построение с помощью циркуля и линейки давайте я краткий экскурс в это в эту теорию дам хотя мы принципе при описании жизни гаусса уже это упоминали но очень кратко сейчас чуть-чуть подробнее и так что означает построение с помощью циркуля линейки что что имеется ввиду я сейчас не буду доставать там откуда-то реальный циркой настоящий да там или реально длинную линейку хотя в школах когда еще этому учили да на геометрии эти предметы были значит циркуль это механизм создавать нарисованные точные окружности ну вот например вот такую вот точную окружность циркулем бы я нарисовал лучше точно также значит прямая наверно будет выглядеть прямой если будет настоящая прямая иными словами у меня есть два прибора один из них рисует прямые другой рисует окружности можно подставлять данные например прибор где рисуются прямые можно подставить любые две точки плоскости и тогда он в точности проведет бесконечную в обе стороны прямую единственную проходящую через эти две точки никаких краев или делению линейки нет это односторонняя бесконечная линейка без делений циркуль тоже он так сказать без транспортира встроенного внутрь него как это часто может ну как бы в реальности циркуль часто транспортир предлагается и циркуль берет тоже две точки на плоскости ставит и проводит окружность с центром в одной из них радиусом равным расстоянию между ними что еще можно сделать с помощью циркуля линейки можно провести например произвольную прямую или произвольную прямую которая проходит через заданную точку но на самом деле это то же самое что просто взять еще одну какую-то произвольную точку а потом провести уже прямую то же самое взять произвольную прямую на плоскости можно читать так рассмотрим две произвольные точки проведем через них прямую тоже относится к окружностям там провести окружность произвольного радиуса через центром данной точки или провести окружность данного уже найденного где-то радиуса с каким-нибудь произвольным центром или вовсе провести какую-нибудь окружность с каким-то радиусом каким-то центром это все сводится к выбору произвольных каких-то точек на плоскости и дальше применению уже операции циркуль с данной точкой как центром и с данным радиусом как радиусом. Вот, значит, по этому поводу возникает некоторая такая свобода, что ли, выбора, да, то есть когда вы выбираете точку, то, в принципе, вы можете попасть в какую-то очень удобную точку, то есть вам требуется, например, смотрите, вот вам требуется решить такую задачу, вам дан угол какой-то и вам нужно поделить его на три равные части. Решение. Берете случайным образом точку и с некоторой вероятностью, равной нулю, правда, она как раз попала на треть угла. Но вот потыкали там бесконечное количество раз, и вот у вас три секции угла готова. Неверное решение. Построение с помощью циркуля линейки должно включать конечное количество операций, при выполнении которых доказуемо всегда будет получаться тот результат, который требуется. Доказуемо и всегда. Не то, что случайно попали или не попали. А вы можете доказать, что ваша процедура, независимо от тех случайностей, которые входили в жизнь, в процессе рисования тех или иных объектов, они приводят к тому, что нужно. Например, задача построить бисектрису данного угла. Решение. Берем произвольную точку на углу, на стороне, берем окружность с этим центром вот этого радиуса, после чего берем вот эти два центра окружности и тем же самым радиусом проводим две еще окружности. Тогда точка их пересечения всегда попадет на бисектрису. Всегда. Если я стер все это, а пришел вот Николай, например, и поставил свою произвольную точку, то у него получилась картина вот такая. Но, что характерно, бисектриса в конце у него будет то же самое, что и у меня. То есть точка он нашел другую на бисектрисе, но бисектриса это та же самая. И это решение. Могут быть другие решения, но факт тот, что вот рецепт, который я описал, он алгоритмически имеет какие-то произвольные детали, но они в конце концов сокращаются, эта вся произвольность уходит, и остается строго определенная бисектриса. Вот. Значит, здесь сломано, ой, я хочу предупредить, здесь сломано очень много копий, потому что в дальнейшем были доказаны там результаты о том, что можно и чего нельзя построить циркулем и линейкой. И использован некоторый постулат. Вот этот постулат я сейчас произнесу. Вы с ним либо соглашаетесь, либо нет. Если вы с ним не соглашаетесь, вы там попадаете в зону философии о том, что все-таки еще есть там белые пятна в теории электричества. У нас однажды просто в Иркутске, когда я еще жил, у нас перестало работать электричество, оно велось себя очень странно, настолько странно, что вообще казалось, что там реально какие-то там домовые появились, или духи. Ну, в общем, пришедший электрик, лучший электрик города, осмотрел все. До этого там всякие такие полупьяные электрики работали, ничего не поняли. Потом пришел самый лучший электрик города, осмотрел это, посмотрел на нас и сказал, вы знаете, на самом деле и в электричестве тоже есть белые пятна, и ушел. Но проблема была, решение, и он его в конце концов нашел. Решение было такое. Когда электрики строили этот дом, там какой-то пьяный дядя Вася залил цементом провод внутри этой самой коробки, там вне квартиры, и этот провод в какой-то момент перегрелся и стал коротать, но еще не до конца. То есть там было связано с жутким совершенно нарушением техники при строительстве. Ну, как сейчас и происходит, в общем, как вы знаете, нынешнее необразованное наше время. Вот, и, соответственно, да, и они же все добивались, чтобы мы полностью все стены срывали, потому что это точно у вас в квартире, точно у вас в квартире. Такая мантра. У вас все проблемы у вас в квартире. Но выяснилось, что проблема не в квартире. Вот этот замечательный электрик открыл проблему, заставил их переделать, там, вплоть до извинений. Дошло до извинений. Вот. Так что белых пятен там, как бы, вроде пока не обнаружено в электричестве. Но что касается вот этих построений цирковной линейкой, возможно, там есть некоторые белые пятна. Есть задачи, ну, как бы на грани. Типа там вот если есть нарисованная прямая, или там нарисованная уже окружность, то она может сильно расширить ваши возможности по построению. Но есть, короче, целый ряд задач, в которых непонятно, как можно так трактовать или так. Но к классической теории построения цирковной линейкой относится постулат. Постулат такой. В любом алгоритме, где берутся произвольные точки, можно допустить, что на самом деле произвольно взятая вами точка попала в точку с рациональными координатами. Вот такой постулат. Все. Действительно, если вы случайно ткнули, вы же могли туда попасть. А значит, если у вас доказательство верности вашего построения проходит, то оно проходит и в случае, когда у вас рациональные координаты. А если вы предполагаете, что все случайные точки были взяты с рациональными координатами, случайно, да, так, ну, по крайней мере, так могло бы оказаться. Это же для вас хуже, да? Вы должны как бы, ну, чтобы доказать, что что-то можно построить доказуемо, например, доказательство, что вы могли построить вот такую картину. Три секции угла. Должно включать некоторое рассуждение верности всех построений. И если в процессе построения взяты какие-то точки, то эта верность должна иметь место даже в том случае, если все взятые точки имели рациональные координаты. А вот это математически невозможно, и можно строго доказать, что математически невозможно провести конечный алгоритм, при котором все получаемые на вход случайные объекты имели рациональные координаты, которые конечны и которые приводят доказуемо к три секции угла. Вот это математически невозможно. Эта задача стояла две тысячи лет. То есть древние все в бумаге себе изрисовали, пытаясь осуществить три секции угла с помощью циркуля-линейки. Пришел Эварис Галуа, создал великую теорию, выводом которой было то, что сделать это нельзя, и все. Значит, примерное объяснение, почему это сделать нельзя. Примерное. То есть я как бы, я здесь не могу, видимо, все-таки изложить в полной красоте, а я оставлю это желающим. Это просто действительно фантастическое достижение математики. Фантастическое. Может быть, одно из самых великих достижений вообще всей математики, как науки. Это полностью завершенная теория построения циркуля-линейки, которая привела к доказательству невозможности вот этих античных конструкций. Вот. Итак, почему невозможно математически строго сделать алгоритм, который делает три секции угла? Потому что, как выясняется, ну, если бы такой алгоритм существовал, вы могли бы запустить для конкретного угла 30 градусов? Да, конечно, могли. Ну, если вы любой угол можете разделить на три части, то и 30 градусов вы тоже можете разделить на три части. Ну, тогда это означает, что вы сможете получить угол в 10 градусов с помощью циркуля-линейки с нуля. То есть не имея вначале ничего. У вас есть просто вот, ну, как бы, есть масштаб на плоскости какой-то, что-то названо единицей. Ну, это тоже, на самом деле, совершенно не нужно здесь. Это не имеет значения, потому что здесь будут только отношения объектов играть роль. То есть можно даже без масштаба. Ну, можете выбрать какой-нибудь просто масштаб, чтобы вам было удобно работать. Вот. И в этом масштабе вы будете считать, что все падающие на вас случайные точки будут иметь рациональные координаты. Так вот. Если вы смогли построить, а если вы умеете делать три секции угла, по крайней мере, 30 градусов вы точно построите, там это, ну, равностоянный треугольник вы построите, проведете в нем вертикальную линию, эту самую медиану, бисектрису, она же высота, и у вас будет угол в 30. Но вот после этого, когда вы его разделите, если вы умеете это делать, на три равные части, вы получите угол в 10 градусов, который получен после некоторого конечного количества проведения прямых окружностей. Прекрасно. Чему равен синус 10 градусов? Синус 10 градусов, это вы откладываете вот эту, а у меня уже есть единицу, вот она, единицу, вот падаете вниз с нее, и вот вам синус 10 градусов. То есть на выходе при построении угла в 30 градусов, в качестве бесплатного, при три секции угла в 30 градусов, в качестве бесплатного приложения вы получили отрезок длины синус 10 градусов, имея только отрезок длины 1. Вот. Так вот. Почему же все-таки это невозможно, да? Я все никак не объясню, почему это невозможно. А невозможно это вот по какой причине. Дело в том, что проведение любой прямой, любой окружности на плоскости приводит только к тем новым точкам. Вы же для чего все это делаете? Чтобы получать какие-то новые точки, через них снова проводить объекты и так далее. Так вот. Проведение каких-то прямых, каких-то окружностей на плоскости приводит к новым точкам, которые являются точками пересечения, старопостроенных, ну и того объекта, который вы только что строите. Понятно, да? Но какие еще могут быть варианты, да? Вы же не можете провести окружность и вдруг увидеть где-то магически возникшую точку и утверждать сейчас что-то про ее координаты. То есть если вот без таких вот прибамбасов, то это будут всегда точки пересечения. Но вот эти точки пересечения, они всегда будут иметь координаты, которые описываются с помощью исходных вот этих вот уравнений, уравнений прямых и окружностей. Вы пишете уравнение, уравнение прямое, уравнение окружности, приравните их друг к другу. Ну и получаете на выходе координаты. Так вот, когда вы решаете уравнение одновременно прямой и окружности или двух окружностей, то максимум, что возникает у вас нового по сравнению со старыми координатами и старыми коэффициентами, это излечение квадратных корней. Вот это такая вот как бы алгебра, которая задана через геометрию. То есть то, что вы вроде бы рисуете, на самом деле вы просто вычисляете. При проведении любых разрешенных новых прямых окружностей возникают новые точки, координаты которых связаны с уже полученными, максимум излечением квадратных корней. А если нет, то только альфметическими операциями. То есть плюс, минус, умножить, разделить. Поэтому здесь адекватен язык теории полей. Мы говорим, что исходно вам дана плоскость, которая состоит из рациональных точек. Проще всего. Если есть единичный отрезок, и вы выбираете там вот что, скажем, вот это будет первая, это будет первая ось, это вторая, ну вот тогда вы очень быстро и легко рисуете, получаете все отрезки с рациональными длинами. Это теорема Фалеса, это очень просто с помощью циркуля линейки получить. Дальше вы начинаете рисовать, ну при проведении прямых с рациональными коэффициентами, а какие еще могут быть коэффициенты, если у вас все точки рациональные, через которые вы проводили. У вас не возникает вообще ничего нового, все точки пересечения таких прямых будут по-прежнему рациональны. А вот когда вы проведете первую окружность, вы уже столкнетесь с тем, что там квадратное уравнение надо будет решать, и, соответственно, можно будет иногда, ну, возможно, что иногда придется извлечь из чего-то квадратный корень. Если вы после этого решаете уже, проводите прямую, то уже в уравнении прямой может быть заложен этот квадратный корень, но только квадратный. И когда вы теперь пересекаете прямую с новыми окружностями, максимум, что это еще какой-то квадратный корень из чего-то будет извлекаться. То есть точки, координаты, координаты которых вообще рассматриваются при построении циркулемой линейкой, могут иметь только такой вид, в котором вы какие-то одни числа, извлекаете корни из других, делите это все на третьи, еще извлекаете корни и так далее. То есть ваш рецепт такой, вы можете получить любую точку на плоскости, координаты которой задаются конечными выражениями, состоящими из арифметических операций и квадратных корней. Вот. Так вот, собственно говоря, в какой-то момент это и было осознано, что манипуляции циркулем и линейкой это на самом деле просто запись таких выражений, в котором будет конечное количество квадратных корней. Теория Галуа. Галуа пришел и создал теорию, в которой он объяснил что-то про такие поля, то есть про поля, числа которых получены с конечным извлечением квадратных корней и использованием старых каких-то полей. Они на самом деле все просто имеют такой вид. Q, значит, корень из А, корень из чего-то, B, который уже может лежать вот в этом. В общем, идея следующая, что у таких полей, если их рассматривать как линейные пространства над рациональными числами, будет всегда степень, равная 2 в степени k, где k это более-менее число существенно различных корней, которое извлечено. Вот, то есть у них будут некие невидные, невидимые свойства, невидимые свойства, которые, тем не менее, полностью описывают их структуру. Ни одна точка, лежащая в поле, не такого вида, то есть не лежащая в полях такого вида, построена быть не может, потому что все, что мы можем построить, лежит только в таких полях. Ну, то, что корень можно извлечь в циркульной линейке, тоже очень легко проверить. То есть это эквивалентные формулировки, совершенно эквивалентные. Взять циркуль и линейку и рисовать, это то же самое, что взять калькулятор с квадратным корнем и вычислять. В одну и в другую сторону. Поэтому вопрос лишь в том, что вот это число не может быть вычислено на калькуляторе, где извлекаются квадратные корни. Это не очень просто, это связано с тем, что это число порождает поле, у которого размерность равна 3 над рациональными числами. Ну, там вычисление этого синуса приводит к некоторому кубическому уравнению, неприводимому. И в силу общей алгебры это означает, что координаты этой точки, ну, вот это число, короче говоря, оно лежит, оно не рациональное, но оно лежит в некотором кубическом расширении рациональных чисел, то есть в поле, которое больше, чем рациональные числа, и у которого размерность над рациональными числами равна 3. Но такое поле не может быть под полем поля, у которого размерность равна 2 в степени k, потому что при взятии под полей размерности перемножаются. Вот я сейчас вкратце объяснил всю теорию построения цирковной линейкой, ну, а подробности изучайте в интернете. Это действительно, вот любой уважающий себя человек, любой человек, который претендует на то, что он понимает математику, он обязан в какой-то момент изучить теорию построения цирковной линейкой. Это достижение человечества, это как бы такая, ну, это все равно, как знать историю своей страны, например, да, или иметь какие-то минимальные представления о законах движения, типа там, трех законов Ньютона. Я считаю, да, что это примерно одного порядка вещи. Три закона Ньютона, да, понимать, и понимать теорию построения цирковной линейки. То есть физики, вот это погружение в физики, да, а то погружение в математику. Теперь мы переходим к четырем замечательным задачам, к четырем великим задачам древности. Трисекция угла невозможна, так как синус 30 градусов, синус 10 градусов, который должен был бы быть получен, если бы она была возможна, не вычислим на квадратичном калькуляторе. То есть квадратичный калькулятор это просто замена цирковной линейки. Все, очень простая. Эквивалент, полностью эквивалентная. Дальше. Дальше. Удвоение куба, которое боги дали человекам решать, да, у них висел золотой куб в честь богов, они сказали, э, золотой куб, удвойте его. Вот. А удвойте в смысле, что по объему. И, соответственно, нужно было людям с помощью циркуля линейки, имея отрезок длины 1, построить отрезок длины корень кубический из 2. Опять корень кубический из 2 не вычислим на квадратичном калькуляторе. И это еще не все. Построение семиугольника, которое тоже, они очень хотели, древние, очень хотели правильный семиугольник построить, тоже сводится к синусу, на этот раз 2π делить на 7. И он, опять же, не вычислим синус 2π делить на 7. Ну, если вы умеете строить семиугольник, то, естественно, синус вы тоже получите. Вот. Ну, а тогда, соответственно, вы записываете уравнение на этот синус, и оказывается, что он тоже не вычислим на квадратичном калькуляторе. И здесь во всех трех случаях одна и та же причина. Дело в том, что все три объекта являются корнями неприводимого уравнения степени 3. И синус 2π на 7, и синус 10 градусов, и корень кубический из 2 являются корнями вот такого неприводимого уравнения с рациональными коэффициентами. Ну, например, в нашем случае, вот в этом случае очень легко его получить, это xq в минус 2. В остальных случаях немножко надо постараться. Но суть в том, что даже доказать неприводимость многочейной xq в минус 2 можно только с помощью алгебраической техники. Кажется, так очевидно, а вот нет, надо доказывать. Ну, и в других двух случаях тоже там есть некие теоремы о неприводимости, и в результате этих теорем оказывается, что все эти три числа лежат в кубическом расширении, то есть в поле, которое является линейным пространством размерности 3 над полем рациональных чисел. А значит, не может включаться в поле размерности 2 в степени n. И значит, не может быть вычислено на квадратичном калькуляторе. И значит, ни эта задача, ни эта, ни это решения не имеют. Последняя задача. Эта квадратура круга требовала построения отрезка длины корень из π. Если здесь был единичный отрезок и площадь, соответственно, была равна π, то у квадрата должна быть площадь π, тогда это у стороны, соответственно, длина корень из π. Но корень квадратный из π строится также тогда и только тогда, когда строится само число π. Поэтому нужна была арифметическая природа числа π. Может ли π быть высчитана на вот этом квадратичном калькуляторе? Ответ опять нет. На этот раз причина другая. Причина в том, что если π вычисляется на квадратичном калькуляторе, то тогда она попадает в какое-то конечное расширение поля рациональных чисел. Что значит конечное? Это значит, что размерность конечного линейного пространства, где π живет. Но вот как раз это бы означало, что есть какой-то многочлен, в который подставишь π и получится ноль. Ну, я здесь съел тоже некоторую часть математики. Вот. Ну, иными словами, это бы означало, что π число алгебраическое. Оно являлось бы корнем какого-то многочлена с целыми коэффициентами в результате. А это не так, но это было доказано сильно позже. То есть теория построения циркулем и линейкой, фактически добитая голова, еще полвека держалась, пока не было доказано трансцендентность числа π. Еще где-то полвека последняя задача еще какие-то, может, надежды оставляла, но в конце концов с трансцендентностью числа π тоже была убита. Квадература круга также невозможна. А что же возможно? А возможно все-таки иногда построить некоторые н-угольники, которые раньше строить не умели. 19-летний Гаус построил с помощью циркуля и линейки 17-ти угольник правильный. Именно построил, а не доказал, что нельзя. То есть он совершил то, что искали, искали в древности хотя бы один еще многоугольник правильный, в который можно было бы построить циркуля и линейкой, кроме там очевидных треугольника, четырехугольника, шестиугольника и чуть-чуть менее очевидного пятиугольника. И оказалось, что следующий, который можно построить, ну не считая 15-ти угольник, который, понятно, он 3x5, треугольник строишь, пятиугольник строишь, и там сразу видно, что 15-ти угольник уже построен. Вот, то есть фактически задача сводится к простым и их степеням. Так вот, следующий, который оказалось возможно построить был 17-угольник. И построение 17-угольника, как ни странно, напрямую связано с теорией первообразных корней и с арифметикой, а также с комплексными числами, которые уж какое вообще отношение могли бы иметь к циркуле-линейке, совершенно непонятно. Ну вот так вот устроена математика. Поэтому мы сейчас построим правильный 17-угольник с помощью циркуля-линейки. Вслед за Галсом.